Приветствую! В этом видео мы поговорим о новых приговорах за уклонение от мобилизации в Украине, которые были вынесены в июне 2023 года. Также мы разберем один интересный оправдательный приговор, где человека оправдали и не привлекли к ответственности за уклонение от мобилизации. И этот приговор интересен особенно тем, что он показывает значение принципа презумпции невиновности. И его переоцененность, вот те люди, которые занимают такую позицию, часто в комментариях пишут, да я ничего делать не буду, пусть они попробуют доказать, что я виновен. Друзья, вот сегодня, внимание, я покажу, почему нельзя занимать такую пассивную позицию, почему всегда нужно занимать активную позицию по доказыванию своей невиновности. Хотя, безусловно, конституционный принцип презумпции невиновности у нас есть. Перед тем, как мы все это начнем делать, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, в котором гораздо больше полезной информации, чем на ютуб-канале, и поступает она туда более оперативно. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному ролику. Ну а теперь перейдем непосредственно к приговорам за уклонение от мобилизации во время военного положения. За июнь месяц у нас статистика такая, 136 приговоров условных, 5 реальных, и при этом один из них мы нашли в апелляции. То есть раньше человек в первой инстанции был приговорен к условному сроку, так называемому, да, но прокуратура обжаловала и апелляция придняла позицию прокуратуры и сказала, что да, окей, будет реальный приговор. Ну там вполне логично, потому что там человек ранее привлекался к уголовной ответственности. Итак, еще раз, 136 на 5, 136 условных, 5 реальных, реальные это те приговоры, в которых люди получили либо 3 года условно, вот 4 из этих приговора, люди получили, ой, 3 года реально, реально ограничение свободы. И, соответственно, один приговор у нас за июнь есть такой, где человек отделался штрафом. Вот так, да, повезло человеку, добрый судья был и поэтому отделался штрафом. По сравнению с маем месяцем количество приговоров выросло, потому что в мае месяце у нас было 111 условных и 5 реальных, сейчас 136 на 5. Ну а теперь поговорим о том, что же за приговор такой есть, который оправдателен, чем он интересен. Ну, во-первых, нужно сразу сказать, что оправдательный приговор вынесен в отношении человека, который является прихожанином религиозной организации под названием «Адвентисты седьмого дня». Эти люди, им по их верованиям, да, запрещено в руки брать оружие, ну и, соответственно, служить в армии. Естественно, как мы понимаем, раз дело дошло до приговора, ТЦК и СП, который у нас бывший военкомат, не принял этого внимания, и когда человека призвали, а человек пришел, то есть человек не уклонялся, и, кстати, в приговоре это указано, что человек принял повестку вообще без вопросов, да. Так вот, он, приняв эту повестку, пришел в ТЦК и СП, прошел ВЛК, был признан пригодным к воинской службе и, соответственно, был призван на службу в армии. При этом он отказался проходить такую службу, что сделал ТЦК и СП, конечно же, сообщил об этом в полицию. Тот факт, что человек написал заявление, указал, что он там еще с 2002 года является прихожанином религиозной организации, которая, как бы, запрещает, да, ну, не сама религиозная организация, а верование запрещает брать в руки оружие. Собственно говоря, это не убедило ТЦК и СП, они все равно обратились в полицию, естественно, уголовное производство, все дошло до суда. И вот давайте сейчас посмотрим, что же было в суде и то, на что нужно обратить внимание вот в контексте презумпции невиновности. То есть как вот идея о презумпции невиновности и как пассивная позиция человека, обвиняемого, может быть использована системой против него. Ну, давайте посмотрим этот приговор. Вот сейчас вы видите приговор, это Кременецкий районный суд Тернопельской области, 5 червня 23-го року. Ну, и здесь мы весь его читать не будем, ссылочку я на него оставлю в описании. А вот мы, знаете, что с вами посмотрим? Посмотрим то, что подавалось стороной обвинения и стороной защиты в качестве доказательств. И вот смотрим, да, вот здесь есть такой раздел, в обгрунтувание винуватости особа 4 стороной обвинения надані доказы. Витяг с ЕРДР, ну, тобто витяг про то, что внесено заяву. Дальше поведомление начальника информации 3, ну, это начальника ТЦК, Кременецкого РВП ГУНП в Тернопельской области, ну, о том, что совершено правонарушение. Дальше направление, згідно якого особа направлення для проходжения медичного огляду. Поименний список номер, відповідно до якого резервистов, які призвані і відправлені у команду ВЧ, то есть наказ про формирование команды, и что тут еще? Картка обстежения та медичного огляду військовозобовязаного, і розписка на ім'я особа 4 відповідно до якого він одержав повістку. Вот що вони подали. Т.е. заяву начальника о том, що преступлення є, по цій заяві внесли витяг, ой, внесли запись в ЕРДР, ну, і дальше документи о том, що человек прошел ВЛК, був признан пригодним і получив повістку. А дальше смотрим. Вспростування в інноватості особа 4 стороною захисту надані докази. Вот имейте в виду, що коли ви оказываєтесь в уголовному производстві, ви і, собственно говоря, ваш адвокат, да, може подавати документи, які будуть говорити о вашій невиновністі. І зараз обратим внимание на це. От що тут подали. Подали справку, которая видана паспортом церкві адвентистів 7-го дня, що він є дійсно членом церкви, да, і перебував у громаді міста Кривий Ріг, займаючись волонтерською діяльністю. Довідка, знову ж видано паспортом, о том, що данний чоловік є членом, опять же, грам, этой організації, да, которая є, существует в місті Лісичанск. Далі. Заяву особа 4, адресовану начальнику Кременецької РВА, в якій він вказував, що з 2002 року є членом регілігійної громади церкви адвентистів 7-го дня та у зв'язку з релігійним переконанням не може воювати. Т.е. чоловік направив заяву о том, щоб його, собственно говоря, не призывали. І от, дивіться, що ще тут є. Тут є відповідь начальника, інформація 3, згідно якої заява особа 4 про заміну військової та невійськової служби на невійськову, розглянуто та у задоволенні даної заяви відмовлено. От, видите, що було подано стороною захисту. Кстати, якщо подивитися по приговору, то це відповідь начальника інформація 3, то ми подивимося, що це за інформація 3. А це, ось воно, дивіться, було повідомлення начальника інформація 3. Це начальник чого? Начальник ТЦК і СП. Так вот, обратити внимание, що я кажу, що потрібно завжди займати активну позицію по своєй захисті. Друге, обратити внимание на те, що відповідь начальника ТЦК подан кем? Він почему-то подан стороною захисту. Сторона обвинення, якщо ми дивимося, список документів, які подала сторона обвинення, сторона обвинення не подала Ни заяву человека о том, що він просить замінити йому воїнську службу альтернативно, не воїнській службі, ні відповідь начальника ТЦК, ні реакцію РВА районної військової администрації. Сторона обвинення цього не подала. Ви понимаєте? Тобто, коли ми говоримо о принципі і презумції невиновності, ми можемо столкнутися з тим, що сторона обвинення просто якісь документи не буде прикладувати к матеріалам уголовного дела. Ви вдомайтесь в це. І якщо ви говорите, що пусь вони докажуть, вони докажуть. Почему? Да потому, що вони не все документи подадуть. Понимаєте? Вот почему нужно всегда занимати активну позицію по защите своїх прав. Ну і, собственно говоря, якщо ми почитаємо приговор, ви видите, він здесь большой, не будем його весь читати, конечно же, ми видим сам висновок, що ухвалив суд. Визнати невинуватиму пред'явленому йому обвинуваченні, передбаченому статтею 336 Кримінального кодексу України, та виправдати у зв'язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення. Ось так. Судя читає Конституцію. Що я маю на увазі? Ось цей приговор базується на Конституції України, полностью на конституційному праві человека, яке закріплено в статті 35 Конституції України. І ось тут написано, що у разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною невійськовою службою. І судя іменно на цій нормі Конституції України і построїл весь приговор. За що, безусловно, заслуживає на мільйон лайків. І ще сейчас один момент, який важен по цьому приговору. Те із вас, хто изучав закон уже по цьому вопросу, чітко знают, що на сьогоднішній день ні один закон України не позволяє замінити призыв по мобилизации на какую-то альтернативну службу. У нас вот тот закон, который є, он предполагає замену срочной служби на альтернативну службу. А призыв, службу по призыву во время мобилизации нельзя заменить на альтернативну службу в силу закона, ну в том смысле, что нет закона, который позволял бы это сделать. І вот здесь вот еще один миллион лайков заслуживает судья, потому что он в этом приговоре указал, что тот факт, что право человека на замену, конституционное право человека на замену воинской службой, воинскую службу альтернативной службой не прописано в законе, да, нет механизма его реализации, не влияет на реализацию этого права. И человека нельзя привлекать к уголовной ответственности, если он не согласен идти на воинскую службу по мотивам своих религиозных убеждений. То есть вот как действует, как должен действовать суд, когда рассматривает такие дела. Он становится на сторону верховенства права, принимает решение по Конституции Украины, и по сути, что он говорит? Он говорит, Конституция Украины – норма прямого действия. Все, вот там есть норма прямого действия. То, что вы не приняли закон, который бы позволял реализовать эту норму, прописывал бы механизм ее реализации, не имеет значения. У человека все равно есть право. И, ну, судья супер, молодец. Вообще, я, честно, вот как юрист, ставлю коллеги просто миллион лайков, потому что это абсолютно правильное, классное решение суда, когда суд идет не в угоду каким-то политическим мотивам, да, а исключительно по принципам верховенства права принимает решение суда. Друзья, если считаете, что данное видео было вам полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал и вы найдете еще массу полезных видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok